Новый вечер. Расскажу о своих наблюдениях. Мне Бог давно показывал, что люди, которые защищают истину, которая сочувствует тем, кто борется за истину, борется с неправдой. Те, благоугодные люди. Какими методами они пользуются для защиты этих людей? Они уже Богом благословляются. И вот я сегодня начала слушать о Юпитере. Я уже давно послушала, читала, что Юпитер это газовый гигант и такой большой пылесос, благодаря которому на Землю не выпадают космические какие-то объекты. И поэтому нам нужно благодарить Бога за то, что Он так устроил. Вот. То есть летят какие-то метеориты, кометы и Юпитер каким-то образом их поглощают. Ученые уже это обнаружили, что Он выполняет функцию пылесоса. Ну, ученые не верят в Бога, не считают и не воздают славу вот таким планетам. Я уже рассказывала, что посылалась. Посылалась Юнона, космический аппарат. Посылался на Юпитер, для исследования Юпитера. Уже там ученые говорили, что это надо для того, чтобы доказать жизнь на Земле. Как она образовалась, определить. Я размещала, что они такое говоря, как это можно изучать Юпитер, изучать жизнь на Земле. Теперь я поняла, что они имели ввиду. Вот. Интересно. Россия, конечно, рулит. Губительная тяга Юпитера. Какие загадки таит себе газовый гигант. Такая статья вышла 8 июля 2016 года. Это как раз Юнона достигла орбиты Юпитера в это время. Пять лет она летела. Данное, скажу, о главном. После. Так вот. Данное сообщение материал создано и распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это Лия Хиджакова хорошо сказала на тему иностранного агента в России. Но боятся неправды даже в космической отрасли. Что самое интересное. Но что я могу сказать по этому поводу? В случае того, что Богу не воздают славу, ученые воздают славу себе или каким-то планетам отдельно, то может где-то действительно можно посмеяться с этой фразой. В общем, Бог все во всем. Но продолжим. Осенью после проведения чекистовых испытаний аппаратуры и коррекции орбиты космической лаборатории начнёт исследование этого гиганта, благодаря которому стали возможны существование жизни на Земле и эволюции, приведшие к появлению человека. Как люди любят громко выражаться. Песни петь тоже громко. Прямо то, что душа на звёздочках живёт. Красиво звучит и все хлопают. Познание природы Юпитера поможет понять и то, как функционирует наша планетарная система. Что ждёт планету Земля и почему наши космические соседи Марс, Луна, Венера именно такие. Да, я слушаю видеорублик и говорится о том, что вот изучали планету, достигла её новой орбиты и финансирование этого проекта возросло. Самое главное, конечно. 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 Я назвала своё видео «Явление Христа». В принципе, у меня миссия являть Богом Отца. Потому что есть такое местописание очень серьёзное. Иисус говорит, Матфея 25, 14. «Подошёл, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жмёшь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал». Кому говорит этот вот неблагодарный, талантливый человек, которому был один талант? Который бы закопал. Многие знают эту причину. Закопал. Потому что он жестокий оказался, тот, кто ему дал, понимаете? Это Богу обращение. Многие же так обращаются к Богу. Они видят в жизни столько зла. И не говорят Богу, Господи, ну почему так всё сложно в этой жизни? Ну почему так жизнь с такими заковырками? Почему мы должны так жить? Нет, они вопроса Богу не сдают. Они не хотят об этом думать. Ну, мы будем, конечно, сейчас учить жизни. Но слава Божия велика. Кому не открыто сейчас, открываются последствия. И это очень важно. То, что я сейчас скажу. Это толкование Анна Златоуста. Потрясающее слово. Кто такой Анна Златоуст? Я уже говорила с моими родственниками о том, что самые лучшие священники в истории, это те священники, которые не хотели стать священником. И этих людей где-то два, может больше в истории, которых просто граждане какого-то города просили, чтобы он стал священником, чтобы он возглавил их церковь. Вот, Иоанн Златоуст, насколько я помню, этот человек, он не хотел, он грамотный очень, он не хотел быть священником. Он боялся или что еще, понимаете? Вот это святость, это скромность. И кому-то вроде не ему. Ребенок прокричал, пусть он будет священником. Другой священником. Вот, понимаете? И вот смотрите, как хорошо рассуждает Иоанн Златоуст на тему. Матфея 25-14 подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. О, злоба рабская, о крайняя неблагодарность, говорит Иоанн Златоуст. Он не только ничего не приобрел на данный ему талант, но еще и укорил за талант своего господина. Такова испорченность души. Она помолчает разум и человека, однажды совратившегося с прямого пути, низвергает в бездну. Все это сказано об учителях, чтобы они не скрывали того, что верено им, но со всем тщанием передавали учащимся. Я благодарна Богу за Иоанн Златоуст. Я благодарна Богу, что он в таком случае объясняет мне, что я на верном пути. Двадцать пять лет назад в Казахстане пришла в церковь, и Бог начал говорить мне и показывать, и не случайно. И те люди, которые замыкают свои уставы, а еще хуже, чужие уставы, и не хотят говорить информации, которая неудобна, которая заведомо известна, что не будет приниматься. Они огорчают Бога. Поэтому вот Коринфянам 5 глава 1 Коринфянам. Есть верный слух, что у вас появилось благоеяние. Притом такое благоеяние, какого не слышно даже у язычников. Но некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгорделись вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствие тела, но присутствие у вас духа, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такого дела в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, «Обще с моим духом, силой Господа нашего Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы без кваски, ибо Пасха ваша, Христос, закал за нас. По всему станем праздновать не со старой закваской, не закваску порока и лукавства, но соприсновками чистоты и истины. Я писал вам послание. Не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, а остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. И с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так изверните разращенного из среды вас. Вот воля Божья. Освящать церковь. Вот воля Божья. И вот для чего дали пророки. Для страха. Они возгордились. Они решили, что они настолько благословенны Богом, что чтобы они не делали им проститься. Все-таки дело сложное. А я сегодня получила откровение. Что Бог говорит постоянно. Он говорит, что Он есть. И открываются люди. И Он дает знаки, что Ему угодно. Я благодарна Богу за людей, которые защищают порядочных людей в нашей стране. Допустим, в Украине. Я здесь родилась. Я, конечно, в первую очередь люблю эту страну. Хотя я уже говорила, что только сонополит. Я благодарна Богу за человека, через которого Бог много говорит и много делает. Вот еще очередной знак про эту личность. Вот эта Юнона, оказывается, была вышла на космос 5 августа 2011 года. В этот день, великий, хороший день, я приехала из Житомлево. С собой взяла картину. Крещение Христа. Я нарисовала эту картину по заказу. Но заказчик посчитал, что у Христа немножко толстые ноги. И не взял эту картину. Забарковал. Такой был план. И давний Бог прописал эту картину. Иисус был крещен водой. А у вас, Юлия Тимошенко, Юлия Владимировна, крещение огнем. Я осталась с этой картиной в руках, в пакете. Юлия Владимировна была очень взволнована в тот день. Я все-таки смогла передать эту картину через охранника. Но в этот день мы убирались. Потому что Юлия Тимошенко была арестована. Уже столько было. У меня чуть какой-то идиот не скинул. Я выскочила на машину. Чего-то там стояла. А землю меня не разбил. Так вот резко так скидал меня. Мент какой-то. Поганый. Мент поганый, да. Не стесняйся. Идиотов. Вот. Он спас меня Алексей. Слава Богу за него. Дай Бог ему здоровья. Он вовремя просто удержал меня. Я могла бы сильно пострадать в этот день. Вот. И о чем я хочу сказать. Вы знаете, эту картину я подарила и арестовали. Мне самой стало страшно, конечно. Но это, конечно, было не сопадение. Это было все запланировано. Бог показывает, что именно в этот день была выслана вот такая вот юнона. Жена Юпитера для встречи куда-то. В 11-м году. Да. 5 августа. Можете проверить. Можете загуглить. Да. Автоматическая межпланетная станция НАСА. Второй проект в рамках программы «Новый рубеж». Выход аппарата на полярную орбиту газового гиганта произошел 5 июля 2016 года. Через 5 лет. Чуть меньше. Когда Янона стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Юпитера после Галилео. Находившийся на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год. Первым аппаратом выше, чем на его полярную орбиту. Да. Ну, то, что он там делал, конечно, это интересно. Но еще раз повторяю, что Бог Юпитер закрыл себя завесой от богов. Я повторяю о том, чтобы... Я не об этом хотела повторить. Я хотела повторить, что это газовый гигант, как пылесос, который защищает нашу Землю. Так говорят еще люди. От космического мусора, так сказать. Бог Юпитер закрыл себя завесой облаков, чтобы скрыть свои проделки. Но его жена, богиня Янона, смогла заглянуть свой облака и увидеть его истинную натуру. Интересно. Богиня Янона, богиня Янона, смогла увидеть его истинную натуру. Ну, это Юля Тимошенко скажет. Она провидец. Правда? Согласитесь? Да. Ну, а что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что был план на нашу планету. И нужно послушать. А послушание, в первую очередь, перестать врать. Просто говорить правду друг другу. Я говорю, чего я ненавижу ложь? Знаете, почему я ненавижу ложь? Потому что я люблю аналитически мыслить, анализировать ситуацию, анализировать жизни людей, делать выводы. Я очень люблю этим заниматься. Я люблю смотреть, как бог судит, как он обличает, как он показывает. Но если человек врет, моя вся аналитика терпит крах. Ну, вам нравится, чтобы я терпела крах? Врите. Но есть бог, который судит. И сейчас это уже будет сознательно, если вы врете. Так вот, я загуглял картину. Я вспомнила, я писала ее по картине Нестерова. Я нашла ее. Нестерова. Явление крещения Христа. Но у меня бы исключило явление Христа народу Александра Иванова, в первую очередь. Оказывается, очень интересная и тяжелая судьба у этого. Что потрясает, насколько все-таки чистота. Действительно, как бы там гимн была, но чистота поражает нравственность. Потому что отец Иванова был тоже художником, и он возглавлял Академию художеств в России. И рассказывает, что сын, который мечтал написать эту картину, он должен был ехать в Виталию, чтобы там писать. То он не мог получить финансирование с Академией художеств только потому, что его отец профессор возглавлял эту Академию. Понимаете? Какая нравственность! Какая мораль! Какая... Какой... Как это сказать? Чистота, да? Понимаете? Понимаете? У нас мажоры каждый второй. У руководителей, правильно? Везде коррупция. Я точно знаю, что у нас... Не знаю, какая у нас там Академия художеств, но такая коррупция. Я знаю, как получают звание художницы. Сколько нужно занести и вынести, чтобы получить эту корочку. Вот так получается, что Александр Иванов писал эту картину больше двадцати или двадцать шесть лет вроде. И он использовал семьсот этюдов и эскизов, чтобы написать, нарисовать. Вот. И о чем я хочу сказать? Что оказывается, когда он вернулся уже после... Когда закончил свою работу, вернулся в Петербург вроде, то с ним произошло. В легенде он скоропостижно скончался. Выложиться полностью эту картину. Отдать. Получается всю жизнь за ним. Он вернулся и там заболел холерой. Свирепствовало. Там холера просто в то время. Он умирает. Что мог показывать? В 58-м году вспышки петербургской холеры. Страшнейшие вспышки. Что мог показывать такими вещами? Первая мысль, с которой мне сейчас пришла, я даже об этом не размышляла. Знаете, какая? Что написано? Не создавайте изображение. Вот так. Вот так. И там такое талантище, там такие фигуры, там настолько выписаны лица. И Христос полтора раза выше. Потому что есть такой какой-то закон, что если человек рисуется такого роста, который он есть, то он кажется маленьким. Поэтому художники рисуют в полтора раза выше. Да, ты уже замечала. Вот такая вот истина. Позже сутой. А рисовать изображение Бога оказалось проклятием. Человек завершил эту работу, вернулся на родину и скороспостижно умирает. Получается, он автор одной картины, да? Иван Иванович что-то говорит. Ужас. Ужас. Да. А чем же все-таки я хотела сказать, что Бог явится воскрешение? Говорила я с одни знакомые, я знаю этих ребят всех, кто в церковь ходил с самого начала. Я вот встретила служение еврейской общины. Так он похоронил жену 6 лет назад. Я его спрашиваю, ты веришь в воскрешение Евангелия? Я говорю, да, это будет когда будет пришествие Иисуса Христа. Вот такое будет явление Иисуса. Однозначно. Это и есть пришествие Иисуса Христа. Воскрешение Евангелия. Ждём, когда явится Бог. Бог явится. Воскрешение Евангелия. Разведем Ему славу. Как у меня открывается? Правда интересно. Будем молиться на планеты? Да. Я проведу хлеба по Богу. Во славу Божью. Во знамение того, что Бог нас любит. Угу. 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 До свидания. Продолжение следует...